Замена приношных пружин на жигулевские классические передние. В общем, что для этого надо? Я реализовал таким способом. Прикрутил болтом на 10 через центр опорники спереди опоры пружин. Здесь внизу у меня стоит проставка. Проставку делал специально по виткам, чтобы пружина не выскочила. С фиксатором все. Труба на 95. Дальше. Тут все видно и так. Она встает в свой виток. Здесь в этом стакане есть углубление. То есть эта труба там уже не будет гулять. Она встает на свое место и все. Еще у меня поменены амортизаторы на Нивовские. Они чуть-чуть длиннее на 2 см. Но показали себя очень хорошо. Работают отлично. Сделано каким образом? У жигулевских сайлентблоки разборные. Все понятно с этим. У реношных сайлентблок запрессован и здесь торчит уже резьба. Болт на 12 см. Я сделал следующим образом. Я взял болт длинный на 12 см. Вкрутил. Законтрил. Вот. Эта шайба держит этот сайлентблок. То есть он никуда не уходит. С этой стороны такая же ерунда. Все. Он затягивается. И никуда не денется. Вверху. Сейчас покажу с другой стороны. Вверху значит. Вверху я выпрессовал втулки из родных амортизаторов. Вот. Они алюминиевые и сверху покрыты резиной. Вот. А жигулевские вот эти, Нивовские, они идут просто ухо пустое. Там ничего нету. Ну тоже как бы эти наборные. Значит я эту алюминиевую штуку с резиной я оттуда вырезал и сюда просто впрессовал. Она здесь держится очень, очень жестко держится. Вот она принимает свое положение, какое у нее задано. Никаких там лишних биений нету, ничего нету. Вот. Если кто-то скажет, что будут шумы от этой пружины, так как все тут по железу, бьется, трется, то ничего подобного. Вот. Это уже проверено. Опорник, он идет с резиной. То есть вибрации гасятся, ничего не передается на кузов. Я уже вот так отъездил, отъездил, сколько, второй месяц пошел. Но единственное, что захотел сделать проставки, потому что первый раз пружину просто вставил туда, в это вот углубление, в этот стакан. И пружина, она, так как она чуть-чуть больше, чем оригинальная, вот, она начала тереть края. И получается, что наезжаешь где-то на ямку, и она там трет, скрежет там всякий разный. То есть я эти пружины приподнял вот как раз на вот этой проставочке. Вот. И теперь у меня пружина не будет тереться там в этот стакан весь. Вот. Если будут вопросы, задавайте, отвечу. Вот. Решим проблемы, замены. Эти пружины мне обошлись 1200 рублей комплект. Это у меня идет маркировка желтая, то есть они самые жесткие. Но машинка очень хорошо держит дорогу. В поворотах перестала крениться, как вот с заводскими. Ну, конечно, да, чуть-чуть они пожестче. Комфорт, может, немножко пропал, но я пока не чувствую. Вот. Вроде мне все нравится. Вот. Здесь то же самое. Вот. Сейчас буду опускать машину. И посмотрю, еще сниму, как она будет выглядеть уже на опущенных, уже в нужном положении. Вот. Но перед этим обязательно, чем заниматься этой фигней, вот, если кто-то будет менять. У меня пружина обрезана ровно на один виток. Так как эта пружина, жигулевская, она длиннее, чем стандартная, ну, оригинальная. То есть нужно ее обязательно подрезать. Вот. Она не влезет здесь. И перед этим всем делом обязательно нужно отвернуть эти болты сайлендблоков с двух сторон, чтобы сайлендблоки там свободны, но чтобы болты свободно там перемещались, так как стойка займет свое положение, и уже потом нужно будет закрутить ее обратно. В общем, сейчас опущу машину и продолжу снимать. Ну, значит, вот. Вот я опустил. Она, ну, она опущена, просто подставлена. Машина поднялась. Реально. Вот, вот, вот мой кулак. Еще не хватает сантиметра три. Да, дарки. Крыла, в общем, она поднялась так нехило. Где-то сантиметров, не соврать, сантиметров на пять. И, в принципе, стало так же, как спереди. Вот. Ну, это для наших русских дорог, наверное, только плюс. Вот. Сейчас покажу, как это выглядит все снизу. Вот. Ну, вот, в общем, как и ожидалось. Все. Вот, пружина сжалась. Вот, пожалуйста. Пружина сжалась. Единственное, я жалею, что нужно как-то реализовать, конечно, еще жигулевский отбойник этот. Пулю-то эту резиновую. Ну, знаете, да, наверное. В общем, тут, как и ожидалось, она села в стопор, уперлась. То есть, пружина уже никуда не гуляет. Вот. И ни за что не трется. Здесь то же самое. Вот сейчас все до конца приопустить, то она должна полностью сесть. Вот. Ну, короче, вот как-то так я все это реализовал себе. Вот. У меня получилось. В принципе, я доволен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.